В Дашкенте на постоянной основе осуществляется и профилактику преступлений и правонарушений. Здравствуйте! В эфире передача «Дежурная часть». Криминальная хроника. Аналитические материалы правоохранительной тематики. Подробности уголовных преступлений, правонарушений или других событий, имеющих отношение к процессу нарушения закона. Обзор происшествий, расследования, профилактические и информационные сюжеты – все это в данном выпуске. Смотрите далее. Выявлен факт мошенничества с использованием информационных технологий. Задержан мужчина, подозреваемый в краже ценных вещей из дома. Молодой человек, обманывавший граждан, заключен под стражей. По факту кражи из машин возбуждено уголовное дело. Остерегайтесь мошенничества с банковскими картами. Интернет – удобный способ получить доступ к любой информации, имеющейся в сети. Благодаря интернету люди могут свободно общаться друг с другом на расстоянии, вести дела, продавать и покупать различные товары, заказывать услуги и оказывать их. Однако интернет может нести за собой опасность. И безобидные, на первый взгляд, покупки, переписки и иные действия в интернете могут повлечь за собой большие потери. Ведь зачастую мошенники используют сеть интернет для извлечения прибыли из наивных людей. 20-летний парень, поверивший рекламе в социальной сети Инстаграм о том, что вложив 300 тысяч суммов, можно получить 900 тысяч суммов, списался с владельцем данного профиля и перевел ему на карту указанную сумму. Однако через некоторое время молодой человек увидел, что этот профиль исчез и обратился в органы внутренних дел. В результате оперативных действий, проведенных сотрудниками управления по борьбе с преступлениями в области информационных технологий КУВД города Ташкента, был задержан владелец профиля, распространявший недостоверную рекламу. На самом деле, все это ложь. Никакого увеличения прибыли не было. Я обманывал людей и теперь раскаиваюсь в том, что сделал. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый обманул более 10 пользователей сети интернет и присвоил себе их деньги. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 168, то есть мошенничество с использованием информационных технологий. Некоторые наши граждане, желая быстро и легко помножить свой доход, переводят свои денежные средства неизвестным лицам и в итоге остаются ни с чем. Чтобы избежать подобных ситуаций, не верьте сомнительным сообщениям. Не забывайте, что легкие деньги – это всегда риск. Сотрудниками ГУВД «Ташкент» ежедневно ведется работа, направленная на обеспечение законности и правопорядка, пресечение преступлений и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений. Так, благодаря оперативным действиям сотрудников, мужчина, совершивший кражи из домов, был установлен и задержан в кратчайшие сроки. В свою очередь напоминаем, что одним из способов предупреждения квартирных краж является установка охранной сигнализации, которая позволит сохранить ваше имущество и ценные вещи. 9 января текущего года в органы внутренних дел обратилась жительница Иказарайского района, сообщившая о краже ценностей из ее дома. Согласно заявлению потерпевшей, неизвестный похитил золотые украшения на сумму 1500 долларов США. В результате принятых оперативно-розыскных мероприятий был задержан 46-летний Улакбек. Также стало известно, что в тот же день он проник еще в один дом и похитил ювелирные украшения. Украденные ценности он продал за 9 миллионов сумм, которые затем потратил на собственные нужды, а два нетбука оставил, намереваясь потом их продать. Я шел по улице, изобрел в тупик. Увидел один дом, постучал. Никто не ответил. Потом я залез через окно. В одной из комнат в шкафу увидел платочек с золотом и еще взял ноутбук. Вышел и сразу поехал на Чарсу. Продал золото за 9 миллионов сумм. Сейчас я сожалею о содеянном и прошу простить меня. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 169. Кража Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Подозреваемый находится под стражей. Следствие продолжается. Киберпреступность – это преступная деятельность, в рамках которой используется компьютер, компьютерная сеть или сетевое устройство. Большинство преступлений совершается с целью получения финансовой прибыли. Подробнее о подобных фактах смотрите далее в сюжете. Киберпреступность. Сегодня она имеет различные формы и, к сожалению, достаточно распространена. 5 января текущего года в Управлении координации деятельности Органа внутренних дел Винсавадского района поступило заявление о том, что неизвестный, разместив рекламу об аренде жилья, пообещал потерпевшему сдать квартиру и попросил в качестве предоплаты перевести деньги на пластиковую карту. Однако после получения денежных средств злоумышленник заблокировал пользователя. Сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями в области информационных технологий были проведены оперативные мероприятия. В результате принятых мер по подозрению в мошенничестве был задержан 21-летний Ибдулла. Также была проверена причастность его к совершению аналогичных преступлений. В ходе следствия было установлено, что Ибдулла нанес материальный ущерб еще нескольким потерпевшим на общую сумму в 10 миллионов суммах. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Я выкладывал объявления в сети OLX, брал готовые фото квартир, которых на самом деле не было. Просил людей перевести заклад. Обычно 300 тысяч сумм. После поступления денег я сразу блокировал их и заносил в черный список. Я прошу простить меня. Больше я такого делать не буду. Я прошу простить меня. Стоимость находящегося в них имущества часто вызывает зависть и интерес у лиц, которые не хотят зарабатывать себе на жизнь честным трудом. В результате они отключают сигнализацию, взламывают замки, разбивают стекла, вскрывают двери, проникают в салон автомобиля и похищают находящиеся там ценные вещи и деньги. 3 января ночью молодые люди, находясь в Алмазарском районе, совершили кражу из автомобиля и были задержаны практически на месте преступления. Ранее судимые Дельшот и Сарваров вместо того, чтобы подумать о своем будущем и честно работать, в очередной раз приступили закон. Согласно поступившей информации, молодые люди разбили окно машины и похитили ноутбук, документы и деньги. По итогам принятых мер были задержаны трое молодых людей, подозреваемых в краже. Один из них несовершеннолетний, которого вовлекли в совершение преступлений. Мы с ребятами вышли с работы и шли по улице. Сарвар сказал, что зайдет к тете и ушел. Его не было минут 20. Потом он вернулся с сумкой и мы пошли дальше. Позже ночью мы попытались открыть коптиву, но сработала сигнализация и мы убежали. Через некоторое время подъехали сотрудники и попросили проехать с ними. В ходе беседы стало известно, что ранее были совершены аналогичные кражи из машин. 3 января я разбил камнем окно автомобиля Джентра. Взял в салону сумку и вернулся к ребятам. Ночью попытались открыть коптиву с помощью отвертки, но у нас не получилось. Еще раньше, 19 декабря, я шел ночью по улице, увидел две машины. Сначала разбил окно коптивы, взял часы и деньги. Потом также проник в нами в медтрекер, взял 700 тысяч, сумм и убежал. Теперь молодые люди, осознав, что совершили необдуманный поступок, сильно сожалеют о садейном. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 169. Кража Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Подозреваемые находятся под стражей. Следствие продолжается. Сегодня все больше людей используют пластиковые банковские карты, осуществляют платежи посредством мобильных приложений. Поэтому в современных условиях актуальным становится вопрос безопасности денежных средств. В связи с этим ГУВД «Ташкент» рекомендует не переходить по неизвестным ссылкам, которые приходят по электронной почте, в социальных сетях, особенно если предлагают что-то бесплатное или на выгодных условиях, а также критически оценивают любую информацию, сообщения и объявления в интернете. Звонок из банка даже для настороженного человека может оказаться очень опасным, поскольку преступники хорошо научились манипулировать и лгать. Здравствуйте! Меня Виктор зовут. Я вас слышу. Служба безопасности, приложение Клик. Сейчас вам поступит смс-уведомление от нашего страхового партнера Paynet на подтверждение вашего страхования. Сейчас проверьте, пожалуйста, смс от Paynet поступило, а шесть цифр у вас должно быть в смс? Да. Да, да, вот. Шесть цифр также называйте, я их в систему укажу. Самое первое, что вам стоит сделать, если вам позвонили якобы из банка или же других платежных систем и пытаются узнать ваши данные или данные ваших пластиковых карт, положите трубку. Запомните, сотрудники банков и других платежных систем не имеют права спрашивать ваши данные. Вся необходимая информация у них уже есть. Сегодня важно уметь защитить данные ваших банковских карт. Помните, срок годности карты, личные данные и все коды из смс нельзя сообщать никому и никогда, кто бы вас не попросил. Еще одним распространенным видом мошенничества является создание фальшивых сайтов, например, государственных сайтов о помощи нуждающимся, или же создание фейковых ссылок о проведении конкурса или в получении выигрыша, а также поддельные сайты банков для получения беспроцентных онлайн-кредитов. Пора научиться не верить всему, что есть в интернете, и не переходить по сомнительным ссылкам от незнакомых людей. Неважно, как вас пытаются в этом убедить, не делайте этого. А если все-таки случайно перешли, ни в коем случае не вводите пароли и данные банковской карты, даже если страница очень похожа на сайт или страницу вашего банка. Лучше изначально проверьте подлинность информации на официальном сайте. Вам предлагают вложить деньги под большой процент, чтобы увеличить свой капитал в кратчайшие сроки в несколько раз, то есть заняться трейдингом. Не верьте этому. Ни в одной стране мира нет таких условий и процентов, которые увеличат ваш доход за несколько часов. Прежде чем соглашаться, обсудите этот вопрос со знающими людьми. Не верьте мошенникам, которые, прикрываясь различными уловками, в корыстных целях обманывают доверчивых граждан и предлагают быстро заработать большие деньги. Это все обман. Гаджеты научили нас делать привычные вещи по-новому, не задумываясь о безопасности. Пора запомнить, как защитить себя от обмана. Никому не передавайте данные банковских карт, как бы вас не убеждали, особенно коды из СМС. Прежде чем верить рекламе в интернете и участвовать в различных розыгрышах, убедитесь, что сайт подлинный и ни при каких обстоятельствах не передавайте свои данные незнакомым людям. Не переводите никакие деньги посторонним, даже если ваш собеседник выглядит убедительно и обещает вам большую прибыль. Не верьте им. Позаботьтесь о себе и о своих близких в жизни и онлайн. Сегодня на этом все. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе последних новостей, а также телеграм-канал начальника ГУВД Ташкента. Берегите себя и близких. Ташкенте на постоянной основе осуществляется и профилактику преступлений и правонарушений. Редактор субтитров А.Семкин